Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. В сегодняшнем видео приготовим голубцы из капусты и говяжьего фарша с очень вкусным соусом. Список продуктов вы видите на экране, а также найдете его в описании под видео. Качан капусты моем, удаляем верхние поврежденные листочки, если такие есть, и вырезаем кочерыжку. Рис высыпаем в мисочку, заливаем кипящей водой и накрываем крышкой либо тарелкой, пусть постоит минут 30. Качан помещаем в кастрюлю с кипящей водой. У меня это мультиварка, желательно, чтобы кастрюля была пошире, чтобы качан туда помещался свободно. Поворачиваем качан со всех сторон. Как только листочек обварится, он слегка отделяется от кочана. Таким образом снимаем все листочки. Для начинки обжариваем лук с морковкой до желатистого цвета, соль добавляем по вкусу. С распаренного риса сливаем воду, перекладываем его в мисочку. Сюда же добавляем пережарку и хорошо перемешиваем. Добавляем приправы, черный молотый перчик. Я добавляю сванскую соль и обычную соль по вкусу. Как только смесь хорошо остыла, добавляем туда сырой фарш и хорошо вымешиваем рукой либо ложкой. Теперь приготовим соус. Смешиваем 1 столовую ложку сметаны, 1 столовую ложку майонеза и 200 грамм домашнего лечо. Лечо можно заменить на кетчуп или томатную пасту. Добавляем соль по вкусу и 500 миллилитров воды. Их хорошо перемешиваем с помощью венчика. При желании можно пробить соус по гуржным блендером. Тогда он будет еще более однородный. Берем остывшие капустные листы, разрезаем лист напополам, удаляя жесткую серединку. На половинку капустного листа кладем столовую ложку фарша и заворачиваем конвертиком. Так поступаем со всеми капустными листами. Кстати, если голубцов получится слишком много, их всегда можно заморозить. Нужное количество голубцов обжариваем в сковородке с небольшим количеством масла с двух сторон. Так они будут еще вкуснее. Далее заливаем их подготовленным соусом. Как только закипит, ставим на маленький огонь, накрываем крышкой и будем тушить 40-60 минут. Это зависит от жесткости капусты. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам приятного аппетита! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!